Израиль Объявляли ли в Израиле внезаконно-оппозиционную партию? Правда ли, что на Израиль напали полчища саранчи? Где Израиль устанавливает тайную связь с евреями? Как скончался первый президент Израиля? Станет ли Альберт Эйнштейн вторым президентом Израиля? Кто и почему захватил израильский корабль? Сотрудничали ли евреи-израильтяне с нацистами? Была ли в Израиле цензура в кино? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом фильме «Тайны Израиля» 1952 год. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. В новогоднюю ночь 1 января десятки новогодних вечеринок, в том числе в клубах и гостиницах, прошли в Тель-Авиве. Некоторые входные билеты стоили до 30 лир. За 140 лир тогда можно было, например, купить живого верблюда. В новогоднюю ночь ощущалась острая нехватка такси. 9 января начинается проблема немецких репараций. Менахем Бегин возглашает, что это будет протоубийственная война. Не на жизнь, а на смерть. Одно из самых крупных противостояний в израильском обществе связано с вопросом о репарациях из Германии. Конфликт вспыхнул в начале 1952 года, после того, как правительство Германии выразило готовность выплатить репарации евреям, пережившим катастрофу. И премьер-министр Давид Бен-Гурион вынес этот вопрос на обсуждение Кнесета, заявив, что он уже введет переговоры с правительством ФРГ. Противодействие в израильском обществе принятию компенсации от немцев носило массовый характер. Среди противников репараций были и многие люди, уцелевшие в катастрофе. Они говорили, что подобный акт будет истолкован так, будто немецкому народу прощены преступления и нацизма. Сторонники соглашения заявляли, что немцы должны вернуть награбленные у евреев деньги, которые помогут устроить в Израиле людей, переживших катастрофу. Споры по вопросу о репарациях фактически раскололи Израиль на два общественно-политических лагеря. Сопротивление репарациям организовало движение Херут во главе с Минахамином Бегином. Оно провело ряд чрезвычайно бурных демонстраций, выливавшихся в беспорядки и столкновениях. 9 января, когда вопрос о репарациях сообщуждался на пленарном заседании Кнесета, Херут организовал в Иерусалиме возле здания Кнесета массовую демонстрацию протеста. Бегин выступил перед толпой демонстраторов с пламенной речью. Среди прочего он сказал, «Когда в нас стреляли из пушек, я дал приказ не отвечать. На этот раз я дам другой приказ. Это будет протоубийственная война. Не на жизнь, а на смерть. Возможно, нам опять придется идти на эшафот». Энахам Бегин обвинил Давида Бенгульона в том, что премьер-министр продал по память 6 миллионов жертв ради материальной выгоды. Толпа возграбляемого Бегина начала штурм здания Кнесета. Тысячи демонстрантов пытались прорвать полицейские кордоны. Полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, но демонстранты не отступали. Они бросали камни в здание, разбив несколько окон. К вечеру, после дня полного столкновений, демонстранты наконец разошлись. 200 демонстрантов из 140 полицейских получили ранения. 369 человек были арестованы. 75 отправлены в лагерь тюремного режима. Нас 48 часов. Центральные улицы Шмуэль-Ханагид, Беэри, Бен-Юда и Кинг-Джордж напоминали поле боя. Одновременно в прессу попала информация о том, что газета Херут будет запрещена, если подобные события повторятся. Буквально за миг до утверждения договора правительства объявила партию Херут вне закона. А ее лидера Минахема Бегина на три месяца лишила депутатских полномочий. Бурное заседание Кнесета, на котором был ратифицирован договор, было отмечено острой конфронтацией между Минахемом Бегином и Давидом Бен-Гурионом, спасавшись им семя долголетней и стойкой вражды. 9 января Кнесет принял большинством 61 голос против 50 решения начать переговоры с правительством ФРГ о репарациях и 6 воздержались. Принятие решения предшествовали бурные демонстрации и беспорядки перед зданием Кнесета. Против выступали представители Херута и Маки. Западная Германия обязуется компенсировать Израилю материальный ущерб, причиненный европейскому еврейству. Наряду с репарациями в стране правительство Германии также будет выплачивать персональную компенсацию семьям жертв Холокоста. 20 марта снята завеса с гаакских переговоров о репарациях. Делегация Израиля получила инструкции относительно позиций членов правительства. Никакое возмещение, сколь велико оно не было бы, не вернуть человечке из всех жизней и культурных ценностей и не искупить страданий мужчин, женщин, детей и стариков, замученных до смерти. 11 марта приняты меры против уклоняющихся от призыва в армию. Теперь каждый, кто не представит доказательств прохождения военной службы, не получит продовольственных купонов. Командование армии потребовало предоставить юридические полномочия в отношении уклоняющихся от военской повинности. 19 сентября правительственный кризис в связи с полемикой о призыве религиозгвездных девушек на национальную службу. 12 марта Урим 1952 года прошел довольно скучно. Во всем чувствовалось влияние дефицита и дороговизны. Новых костюмов было не достать. Бедные дети мастерили себе маски из облошек старых тетрадей, красили, оборачивали фольгой, прикрепляли шнурки от старых ботинок вместо тесенок. Кому-то пришлось ограничиться одним праздничным макияжем из подсобного материала. Угля, пуха, маминой помады. Подорожали даже самые простые бумажные игрушки и погремушки. 4 апреля диетологи объявляют «Продуктивные пайки не соответствуют нормам». В связи с распределением среди широких слоев населения продуктовых пайков был создан Общественный совет по контролю над продуктами питания. Проверив содержимое пайков, диетологи прошли к заключению, что граждане Израиля не получают достаточное количество калорий, белков и кальция. И все это исключительно по той причине, что в получаемых ими продуктовых пайках содержится слишком мало мяса, рыбы, яиц и сыгра. Эксперты рекомендовали добавить молочный и яичный порошок, а также увеличить содержание в пайках сахара. Или, если это невозможно, варенье. В пайки, предназначенные для новорожденных, эксперты рекомендовали включить свежее цельное молоко, необходимое для нормального роста младенца. 27 апреля, проснувшись, однажды утро, молодая страна обнаружила, что изменилось до неузнаваемости. Везде кишела саранча. Она покрывала поля, виноградники и даже автомобильные дороги. Саранча заполнила Большой Тель-Авив, Рамли, Лод, Рыховод и достигла даже с севера страны. Штаб борьбы с саранчой сообщал, что речь идет о желтой пустыне разновидности. Она шла стаями на высоте 50 метров. Во многих местах жители разгоняли ее пол палками, чтобы она не успевала пожрать все растущие на земле. Нашествие саранчи продолжалось 4 дня, после чего она покинула предел нашей страны, продолжая двигаться в северном направлении. Голодно, холодно зимой и грязь во все времена года. Газеты писали, что улицы городов Израиля были загажены в буквальном смысле этого слова. Отсутствие общественных туалетов угрожает здоровью наших граждан. В Тель-Авиве сортиров на улице просто не существует. Что уж говорить о провинциальных городах. Необходимо построить отхожие места на перекрестках центральных улиц. Если этого не сделать, мы обречены на вечное злование и антисанитарии. В мае подросток, впоследствии офицер и боец, мейер Харцион, был арестован сирийской армией вместе со своей сестрой при поездке на озеро Кенерет, которая также включала территорию контролируемой Сирией. Они были окружены вооруженными арабами, которые кричали на них и стреляли в воздух. Боевики попали по школьным сумкам, а один из них ударным прикладом винтовки. У них были завязаны глаза, и они пошли на восток, переедя Иордан, грунтовой дороги. После допроса их перевели в следственный изолятор в Кунейтры. Его били по лицу до тех пор, пока она не опухла, а затем палкой по холодным ногам. А другой следователь угрожал Шушане, что забьет ее брата до смерти. На следующий день, днем, их отвезли в полицию в Дамаске, а ночью в военную тюрьму в городе. После трех недель в тюрьме и двух с половиной недель без встреч, мейер и Шушана были уведомлены о том, что их освобождают. Они были освобождены через месяц при посредничестве ООН и Красного Креста. 16 мая произошло убийство Бен Михаэля террористами Мошаве-Эн-Айрон. Террористы из Иордании проникли на ферму семьи Михаэль с целью кражек. Семейная собака начала лаять, и беременная Бина встала, чтобы посмотреть в окно, чтобы понять, почему. Зналмышленники увидели ее через окно и открыли по ней огонь. Она была тяжелоранена и скончалась от ран по дороге в больницу. Ее привезли для захоронения в Мошаве. Расследование показало, что следы лазутчика ввели в деревню Кофин, к северу от Тулькарова. В июне Шауль Абигур создает организацию НАТИВ, бюро связи для евреев Советского Союза, чтобы установить тайную связь с евреями за железным занавесом. 1 июля Тедди Колик, вернувшийся из США, где он находился на дипломатической службе в Вашингтоне и осуществлявший связь между Израилем и управлением банков США, назначен генеральным директором Министерства главы правительства. 22 сентября Рубен Шилоах уходит с посла главы МОСАДА и его заменяет Иссер Халер, занимавший эту должность до 1963 года. Харер и Езидерот, командир Шабака, были втянуты в дело, в котором Шабак шпионил за лидером МОПАМ, мейером Яари, по подозрению в подрывной деятельности. Ночная ресторанная жизнь с северного Тель-Авива. Вино льется рекой, известные личности нещадно квасят, не зная, куда девать свои деньги. Оркестры фальшиве лабаут тоскливую музыку, а в Яфо дело дошло до азартных игр в карты и рулетку. 5 июля происходит пожар на складе Сохнута в Тель-Авиве, неподалеке от порта в Яфо. Погибли вещи новых репатриантов из Ирана. Причиной стала брошенная кем-то сигарета, а распространение тем, что склады никем не охранялись. 13 июля нападение на шахты Тимна в Негеве. Группа террористов из Иордании напала на охранников и убила пятерых из них. Еще двое охранников выжили и оборонялись, пока нападавшие не сбежали. После нападения 6 августа два отряда 30-го подразделения ЦАГАЛа были отправлены на патрулирование в район Рэндалл в Иорданию, к северо-востоку от Кибуса-Ютвата, для поиска и уничтожения террористов. Воины были обнаружены и в последовавшей битве двое из них, Авраам Вальдек и Рувен Эльбом, были убиты. 27 августа фракция МАПАМ Кнессета вынесла в этом недоверие правительству из-за приобретения военного оборудования в США. 28 ноября происходит раскол партии МАПАМ. После того, как Мошо Снех и члены левого крыла партии отказываются осудить пражские процессы и особенно арест члена МАПАМа Мардыхая Орена, Снех уходит в отставку и формулирует левую фракцию, которая позже объединилась с арабской партией МАКи. Израиль начинает импортировать оружие из социалистической Франции. Деньги от западных немцев Есть. А почему нет денег от немцев восточных? От ГДР Логика требовала позаботиться репарациями от ГДР и Австрии, реституциями из стран Европы, которые имели профашистские режимы во время войны, например, в Венгрии или в Иршинской Франции. Бен Гурьон помнил, что еще до образования государства Израиль, ранним апрелем 1948 года, израильский консул Нюнхене Хай Мехил встречался с некими восточными немцами, а также с лидером еврейской общины Восточного Берлина Юлиусом Майером. И вроде бы речь шла о возможности коллективной компенсации. И когда Бен Гурьон обращался с вопросом о германских репарациях к соузникам, он не делал различий между ФРГ и ГДР, сравнивая население обеих Германии. Израильские бухгалтеры выставили ГДР счет в 500 миллионов долларов. Коммунисты Восточной Германии задумались. ГДР уже заплатила репарации СССР на страшную сумму в 14 миллиардов долларов. Помимо этого, Советский Союз получил репарации в форме военных трофеев, демонтированных и переведенных заводов, а также продуктами текущего производства. Бухгалтеры ГДР оценили выплаты СССР в 63 миллиарда восточно-германских марок. Но, вместо того, чтобы просто сказать израильтянам, ребята, мы сейчас самые голые и боссы, давайте, может быть, попозже. Коммунисты ГДР развернули кампанию против репараций вообще. Репарации от ФРГ, писали тогда в газетах ГДР, это сговор между немецкими и израильскими капиталистами, а капиталисты американские в этом посредничали. Нажим на ГДР к успеху не привел. 20 октября премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурьон на встрече, составшийся с раввином Авраама Мишиагу, карлицем, которого называли человеком видения, чтобы проиллюстрировать правильное отношение между светским и религиозным. Аргумент, приведенный раввином, это притча о полной тележке и пустой тележке. «Если на пути в переулке встречаются два верблюда, и один верблюд нагружен, а другой не нагружен, то тот, кто не нагружен, должен уступить место нагруженному верблюду. Мы, религиозные евреи, уподобляемся нагруженному верблюду. У нас много заповедей. Расчисти нам путь». Этот ответ получил известность как притча о пустой телеге. Бен-Гурьон гневно отреагировал на заявление о пустой телеге. «А заповедь заселения земли Израиля не заповедь? И это не бремя? А заповедь защиты жизни не заповедь?» В школах Израиля развесили плакаты с наглядной агитацией правил дорожного движения. Плакаты украшали нарушители, дети со слинными головами и надпись «Кто играет на дороге, неразумны и убоги». Учителя и родители возмутились. «Наши дети даже в указанных случаях нарушений не из Шекки». Полиция расследовала инцидент и выяснилось, что деятели из Министерства просвещения всего лишь скопировали английские плакаты на дорожную тему. А в Англии даже дети знакомы со слиноголовами персонажами Экс Шекшпира. 26 октября. Демонстрация в палаточных городах. Мооборот. «Хотим того же, что имеют ашканазы!» Тысячи черепатриантов в двух самых крупных временных лагерях в стране провели сидячую забастовку и демонстрацию протеста против решения правительства перевести семьи, живущие в палатках, в расположенные поблизости постоянные кварталы, где не было ничего, кроме бараков. Репатрианты, с возмущением воспринявшие это решение, отказались переселяться туда, требуя, чтобы их переселили как ашканазов в квартиры, вместо того, чтобы, как они выражались, бросать нас на съедение с собаком. Крупные силы полиции были приведены в состояние повышенной готовности на случай, если разгневанные репатрианты попытались напасть на представителей правительства. 9 ноября от сердечного приступа скончался Хайм Вайцман, первый президент государства Израиля. В стране объявили национальный траур. Государственный флаг был наполовину спущен. Вайцман серьезно болел около года. Перед смертью он попросил похоронить его поблизости от президентской резиденции в Рюховате. 25 тысяч граждан пришли, чтобы отдать покойному последний долг. Президент США Гарри Трумэн воздал хвалу Вайцману и заявил членам Генеральной Ассамблеи ООН, человечество потеряло одного из самых талантливых политических и государственных лидеров. Проявительственная комиссия приняла решение, что новый президент должен быть избран в течение месяца. По окончании недели траура по доктору Хайму Вайцману, первому президенту государства Израиль, 18 ноября премьер-министр Бен Гурион выдвинул совершенно неожиданную кандидатуру на этот пост. Он заявил, что Израиль должен предложить этот пост Альберту Эйнштейну, которого он назвал величайшим человеком всех времен. Эйнштейн согласился принять пост, если он будет предложен ему официально. Получив лишь неофициальное обращение, знаменитый ученый ответил отказом. Вторым президентом Израиля стал Исхак Бен Цви. 10 декабря за него проголосовало 48 депутатов Кнессета. Второй кандидат на этот пост, представитель партии общих шианистов Террис Бернштейн, получил всего 18 голосов. 10 декабря второй президент Израиля Эсхак Бен Цви был приведен к присяге. Церемония проходила под звуки шофара и ружейный салют. 19 ноября исчезновение лодки Шива. Два парусника, на которых воспитанники курса военно-морских сил Израиля, отплыли на учебную миссию из порта Хайфы. Одну из лодок унесло к берегу Ливана, а 8 членов экипажа попали в плен. 8 декабря они и лодка были возвращены Израилю в обмен на освобождение удерживаемого в Израиле ливанского корабля и его экипажа. Вторая лодка с семью людьми исчезла посреди моря. Они были объявлены без вести пропавшими. 7 декабря ИГЛ-1 уходит с поста начальника генштаба. ИГЛ-1, второй начальник израильского генерального штаба, уволился со своего поста в следствии разногласий с премьер-министром и министром обороны Давидом Бен-Гурионом. Предметом их спора был бюджет армии. В конце 1952 года вследствие тяжелого экономического положения в стране было решено существенно урезать годовой бюджет Сахала. Со 150 миллионов долларов в 1951 году до 64 миллионов долларов в 1953 году Бен-Гурион потребовал реализовать широкомасштабный план бюджетных сокращений в армии, что предполагало многочисленное увольнение кадровых офицеров и значительное уменьшение затрат на учения, а также на закупку оружия и оборудования. Начальник генерального штаба не пожелал выполнять план Бен-Гуриона и предложил собственный. Премьер-министр настаивал на выполнении своего плана. И один отказался и подал в отставку. На его место был назначен Мордыхай Маклев. Начальником военной разведки стал Мушедаян. Маклев постепенно осуществил все изменения, которые поручил ему ввести Бен-Гурион. Усумел за год пребывания на этом посту значительно повысить уровень боеспособности Сахала, а также добился существенного снижения среднего возраста представителей высшего командного состава армии. В декабре произошел инцидент корабля Авраам Грец, что вызвало широкое освещение в СМИ, в Израиле и во всем мире. Судно Авраам Грец, принадлежащее судоходной компании Дизингов Ко, когда Аден Грец, сын Хайнса Греца, владельца компании, взял под свой контроль корабль в водах США и пригрозил потопить его вместе с людьми, если его отец не будет назначен министром транспорта государства Израиль. В течение четырех дней корабль плыл с 39 членами экипажа в водах Атлантики под управлением Адена Греца, но команда не могла взять его под контроль. Власти проконсультировали с психиатром и по его совету сообщили кораблю, что они согласны с требованиями Адена Греца. 16 декабря корабль отплыл в Израиль. 5 января 1953 года корабль прибыл в Хайфу. Общественность в Израиле и пресса ожидали, что когда судно прибудет в Хайфу, прояснятся события, происходящие на нем. Но их ждало разочарование. Когда судно прибыло в Хайфу, членам его экипажа запретили давать интервью и рассказывать подробности о том, что там произошло. Было требование о создании комиссии по расследованию, но ответа на него не последовало. И история Авраама Греца остается неразгаданной загадкой. 17 декабря Бен-Гурион объявил к Несету об уходе правительства в отставку из-за разногласий с религиозными партиями по поводу курируемой ими сети образования, а также из-за спора по поводу призыва девушек на альтернативную службу. 24 декабря Давид Бен-Гурион возглавил 4 правительство Израиля. Начинается дело Кастнера В конце 1952 года Маркель Гринвальд заявил в брошюре, что Израиль Кастнер отготовил почву для убийства венгерских евреев нацистами и участвовал в разграблении их имущества Куртом Бахаром. Добавив, друзья членов в Израиле в Венгрии, мои дорогие друзья, писал Гринвальд, это будут похороны от шофры до шофры. Доктор Рудольф Кастнер должен быть устранен. Закон о национальной принадлежности предоставляет израильское гражданство нееврейским жителям. Арабы, однако, остаются под управлением военной администрации в рамках чрезвычайного положения, существовавшего еще со времен британского мандата. 4 февраля Кнесет обсуждает отчет министра иностранных дел Муше Шарета о рассмотрении его вопроса о так называемой Палестине. В это время диаспоре. 22 января в Ираке повешены Авраам Басри и Шалум Салах, признанные виновными в подрывной деятельности, имевшие целью подтолкнуть евреев к репатриации в Израиль. Еще 70 иракских евреев заключены в тюрьму. Семьи повешенных эмигрировали. Йосеф Басри родился в 1929 году в Ираке. В 1942 году вступил в организацию «Халуз», которая действовала под руководством Хаганы. В 1949 году сумел попасть в Израиль, после чего отправился обратно в Ирак, где выполнял задачу разведки. В июне 1951 года был арестован полицией на частной квартире. Шалум Салах родился в 1923 году в Ираке. В организации «Халуз» занимался переправкой оружия и сбором разведданных. 9 июня 1951 года накануне его репатриации в Израиль был арестован иракской контрразведкой и подвергался пыткам в тюрьме. Их последними словами перед казнью были «Да здравствуй, государство Израиль!» В честь евреев названы улицы в городах Израиля и героям установлен памятник вору Иуде. 1 февраля Чехословакия Известие об аресте в праге лидера партии МАФАМ Мардыхая Орена стало ударом для его соратников в Израиле. Орен был арестован по подозрению шпинонажи. В тот период в странах коммунистического блока шла волна арестов еврейских деятелей. Ноябрь Чехословакия начинается процесс Сландского, судебный процесс в Чехословакии по обвинению группу видных деятелей в Компартии, правительственных чиновников, с заговора с целью свержения коммунистического режима и реставрации капитализма. 11 человек из 14 обвиняемых были приговорены к смертной казни. Трое к пожизненному тюремному заключению. 11 из 14 являлись евреями. 6 декабря посол Израиля в Чехословакии обливляется персоной Нонгарата. Подобного рода показательные процессы проходят в Венгрии и Болгарии. В Румынии еврейка Анна Паукер, секретарь ЦК румынской Компартии, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел в правительстве Петру Грозы, отстранена от всех своих постов и находится под домашним арестом. В это время в СССР 12 августа начинается дело Еврейского Антифашистского Комитета. Один эпизод послевоенных комалитических репрессий в СССР. Дело было возбуждено в отношении группы еврейских общественных деятелей в СССР, членов Еврейского Антифашистского Комитета в 1948 году и продолжалось до 1952 года. 13 из 15 обвиняемых по уголовному делу, включая Лазовского, Фефера и других руководителей, были расстреляны 12 августа 1952 года. Всего по делу Еврейского Антифашистского Комитета было репрессировано 125 человек, в том числе 23 были расстреляны, и шестеро умерли в ходе следствия. Впоследствии все осужденные по этому делу были реабилитированы. В США с 1952 по 1969 годы за этот период американские евреи стали лауреатами 14 Нобелевских премий по физике, химии, медицине и физиологии. Во Франции еврей, писатель Манеш Пербер пишет цикл романов «Как слеза в океане». В это время в соседних странах. В Египте 23 июля июльская революция, военный переворот, произошедший в Египте в результате которого устранена монархия и провозглашена республика и осуществленный членами радикального движения свободных офицеров во главе с Гамелем Абдулем Насером ночь с 22 на 23 июля 1952 года в Каир вошли войска Блак-Ир-Вааб все правительственные учреждения. Уже в 7.30 утра 23 июля по радио прозвучало коммунике генерал-майора Мухаммеда Нагиба, в котором говорилось, что продажное правительство свергнуто. Насер и Мухадия Дин вместе составляли текст первого обращения к нации. В коммунике зачитывал подполковник Анвар Саддат. Руководил путчистами Совет революционного командования Египта. Девять офицеров, подполковники и майоры, в их числе Гамаль Абдель Насер, Абдель Хакем Амир и Анвар Саддат. Сирия, 15 августа, глава Сирии угрожает Израилю. 18 августа Бен-Гурьон предостерегает Сирию. Не дразните Израиль. В 1952 году ушли из жизни выдающиеся израильтяне. Такие, как доктор Хайм Вейцман, первый президент государства Израиль, государственные и политические деятели, ученые, фимик, президент Всемирной Сионистской Организации, основатель исследовательского института в Реховате, который теперь носит его имя. Вейцман поддержал палану Израиль-Бутинского по созданию еврейского легиона в Первой мировой войне в составе британской армии. Благодаря своим связям в правящих кругах Великобритании он смог добиться декларации Бальфура. 2 ноября 1917 года министр иностранных дел Великобритании написал лорду Плайонеру Уэльтеру Рочерду о благосклонном отношении британского правительства к восстановлению еврейского национального очага на земле Израиля. Он также борется за воссоздание еврейских подразделений в составе британской армии и в итоге создается еврейская бригада. В 1947 году Вейцману удалось убедить комиссию ООН по разделу земли Израиля включить территорию еврейского государства юг земли Израиля. имени Вейцмана названа центральной улицей во многих городах Израиля. Ильи Исхак Саде один из создателей армии и обороны Израиля руководитель Пальмаха участвовал в первой мировой войне пойдя в армию Российской империи добровольцем. В 1921 году стал командиром Хаганы в Иерусалиме. В ходе арабо-израильской войны 1948 года создал первую бронетанковую бригаду в Израильской армии и возглавил ее. Известен также как автор эссе рассказов и пьес. Его честь названы кибуз Нир Исхак и Машивей Саде в Негиве поселок Сде Исхак и многочисленные улицы в израильских городах. И конечно же герои Израиля солдаты и гражданские героически погибшие при службе в армии и в терактах. 26 марта члены ультра-альтодоксальной подпольной группировки Союз Ревнителей приговорены к тюремным заключениям сроком до года. Строг был закон. Строга и полиция, из которой состояли продовольственные отряды, в обязанность которых входили обыски машин и автобусов с целью издятия контрабандной еды. Мелкая рыбешка ловилась часто, крупные дельцы черного рынка чаще всего оставались в стене. Полиция понимала мотивы своих жертв, у самих стражей порядка дома шаром покатил, но выбора у государственных служащих не было, служба обязывала. В июне месяце несколько раз пытались подбросить бомбу в дом министра транспорта Давида Свипенкаса, отменившего движение общественного транспорта по субботам. Последняя бомба хлопушка взорвалась, но никому не причинила вреда. Преступников поймали сразу же. Одним из них оказался журналист левой газеты ААРЭС. Дело сразу же попало на первые страницы газет, и тиражах вырос на 40%. 5 октября вдов Шулянский и Яков Харухи, бывшие активисты Эцеля, арестованы. Они подозревались в том, что собирались подложить бомбу, выражая таким образом свой протест против соглашения о репарациях. 30 декабря убийство Мири Арцы было убийством и судебным делом, взволновавшим всю страну в начале 1950-х годов, когда Мира Арцы молодая женщина из Кибуца Тганья была убита в Тверии, а бывший друг Хайм Симхон, майор армии обороны Израиля, был досрочно осужден за непредумышленное убийство и приговорен к тюремному заключению. 3 января начинается всеобщая забастовка бакалейных лавок. Хозяева бакалейных лавок по всей стране провели забастовку, знак протеста против политики доктора Дова Йосефа, министра нормирования продуктов. В связи с забастовкой правительство обратилось к гражданам с призывом заготовить запасы хлеба. После забастовки доктор Йосеф решил удовлетворить некоторые требования торговцев и разрешил повысить цены на ряд продуктов. 20 января после двухмесячного пережива возобновлено распределение мяса 100 грамм на человека в день. 13 февраля глава правительства Бен-Гурьон представил Кнессету новую финансовую программу. Цель программы сдерживания инфляции, приток капитала и рост производительности труда. Речь премьер-министра в Кнессете была пространной. А все напряжено ждали главного. Что будет с кусом доллара? Тем временем Бен-Гурьон рапортовал о победах последних лет, хупенолнув наметившийся прогресс в отношении к женщинам в общинах и стран ислама. Старик с гордостью отметил возвращение долгожданного уважения к еврейской женщине. Какой-то нетерпеливый журналист заметил «Да оставь ты эту еврейскую женщину, что с долларами?» 28 февраля Израиль решил лук за обувь. 30 тысяч пар высококачественной обуви были заказаны правительством Болгарии и израильским фабрикам, но вместо денег болгары заплатили огромной поставкой лука, которого очень не хватало в Израиле. Правительство Болгарии сообщило также о своей готовности выставить в Израиль продуктовые посылки за Минобуев. В этот же день решено снизить цену авиаперелета в США, но только до наступления туристического сезона. «Помоги обидателям бараков и нуждающихся окраин». Отпись «Фонд помощи жертвам наводнений». 31 марта объявлено, что количество безработных в Израиле на этот день 16 350 тысяч человек. 1 апреля к Неситам приняты закон о бюджете на 1952-53 годы в сумме 168 миллионов 450 тысяч лир. 1 мая, действовавшись с 1902 года, прекратил существование англо-палестинский банк. Его сменил Банк Израиля «Леуми Ле-Исраэль». 27 апреля газета «Джерусалимпост» сообщила об острой нехватке воды в Иерусалиме, потому что компания «Иерусалим Электрик Арпанэйши» остановила работу насосной станции из-за задолженности муниципалитета. В 100 кинотеатрах Израиля продано 21 миллион билетов. Около 200 новых фильмов ежегодно поступали в Израиль. Зритель страны обетованной на душу населения, по данным ЮНЕСКО, потреблял кинопродукции больше, чем в любой другой стране мира. Если нет бензина, нет и машины. 15 мая, после безуспешных переговоров с Британией о поставках горючего, снабжение бензином стало настолько скудным, что правительству пришлось срочно принимать меры. Потребление урезано на 20%. Вышло постановление, согласно которому доставка оборудования над предприятием должна осуществляться только железнодорожным транспортом. Через неделю состояло заседание Министерской комиссии по распределению горючего. Новая министерская комиссия была создана на клавистикации производства по степени важности. Деятельность второстепенных предприятий ограничены. 22 мая вследствие хронической нехватки горючего правительство решило ввести ограничения на пользование автомобилей. Каждый автомобиль снабжался специальной наклейкой, указавшей те два дня в неделю, когда на нем нельзя ездить. 8 июня было сокращено и движение автобуса. В 11 часов вечера все автобусные маршруты прекращали работу. Это решение правительства вызвало недодавание в обществе. 9 июня начинается обмен денежных знаков. В специальной утренней радиопередаче министр финансов Элия Заркаплан объявил о новом обязательном займе. Только старшие служащие казначейства знали об этом плане, осуществляя его ввиду чрезвычайных обстоятельств. Распространяется заем лишь на наличные средства и банковские счета. Но казначейство объявило, что будет введен также 1% налог на собственность. В полдень банки начали обмен денег. 10% всех обмениваемых сумм они переводили казначейству. За каждую лиру, приносимую в банк, клиент получал новую на стоянство 900 пруток. Заем был рассчитан на 8 лет из 4% годовых. Банк Леуми заранее приготовил нужное количество денег. Вооруженная полиция охраняла здание госбанка в Тель-Авиве, откуда грузовики, груженные купюрами, разъезжались по стране. Операция по обмену денежных знаков продолжалась две недели. 19 июня были открыты новые обменные пункты, так как старые не справлялись. В радиопередаче министр финансов объявил, что было обменено 80 миллионов лир. 22 июня в дом министра транспорта Давида Пенхаса брошена бомба. Снак протеста против решения правительства запретить на два дня движение всех транспортных средств Израиля. 23 июня закончился срок вхождения в страны первых телек лир, пущенных в оборот летом 1948 они были без портретов и рисунков. Одна сторона с надписью на иврите, другая на арабском. 25 июня Леви и Школь назначены на пост министра финансов вместо Эльезера Каплана, уволившегося по состоянию здоровья. 10 июня зарплата государственных работников повышалась на одну лиру в соответствии с решением министра финансов Леви и Школь 15 июля из Аргентины прибыло тысячи тонн мяса. Однако выдача мяса по карточкам не производилась, потому что главный рабанут не имел свидетельств в кошерности забоя скота. 1 августа израильское консульство в Нью-Йорке опубликовало правило доставки подарков родственников в Израиле. Каждый израильтянин вправе получить в течение года 4 посылки стоимостью не более 11 долларов каждая. Доставка продуктов ограничена шестью наименованиями и весом 10 килограмм. 10 сентября в Луксембурге договор о репарациях подписан. Демонстрации не помогли. Договор о репарации подписан. После продолжительных переговоров в Луксембурге заключен договор о репарациях между Западной Германией и Израилем. И вот подписали канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр и министр иностранных дел Израиля Мошэшурэ. Договором обусловлено, что за предстоящие 12 сей лет Германия переведет Израилем 3,5 миллиарда в марок. Эта сумма является материальной компенсацией на преступления, совершенные по отношению к еврейскому народу и мерой участия в абсорбции полумиллиона евреев, поселевших нацистско-человеческой мясорубки. В соответствии со специальным соглашением еврейской диаспоре будут переведены 450 миллионов марок от Западной Германии. Израиль будет ежегодно получать от немецкого правительства бензин на сумму 18 миллионов марок через средства передвижения на 11 миллионов товаров на 8 миллионов и продукции виталаргучевской промышленности на 6 миллионов. 23 сентября увеличенные партии масла, джема, шоколада и томатной пасты будут распределены в октябре. Рацион на человека 56 грамм шоколада, 100 грамм томатной пасты, 150 грамм масла, 450 грамм варенья и 1 килограмм сахара. Дети до 12 лет будут получать 250 грамм риса, грудные младенцы получат 600 грамм кукурузной муки. Практика нормирования распространялась в те годы даже на домашних животных. Необходимо было предоставить специальное заявление о количестве последних. Чтобы получить соответствующий корм, доктор Доблийсер пытался внушить израильтянам мысль, что чем хуже мы живем сегодня, тем быстрее наша экономика встанет на ноги завтра. Но сотни тысяч граждан Израиля жили на грани нищеты. Постоянное чувство голода не покидало многих. Не было денег на одежду и обувь, на тетради для детей. Зимой люди мерзли, не могли купить солярку для печей, а летом не хватало льда, чтобы сохранить еду, полученную по талонам. Многие семьи выживали лишь за счет посылок из-за границы. Фирма Осен начинает производить суп из миндаля. Фирма Дубек начинает производство сигарет Нобла. Также начинается производство сигарет Консул. 7 декабря начинается забастовка учителей за неуплату зарплат. Причина бюджет Израиля ПУС. 1 апреля принят закон, согласно которому, становясь гражданами Израиля, репатрианты не обязаны отказываться от своего прежнего гражданства и закон о гражданстве, в котором прописывалась возможность для израильтян иметь двойное гражданство. 24 сентября ДНСЭТОМ принят закон о статусе сионистской организации еврейского агентства СОХМУ. В 1952 году геонаталистическая служба государства Израиль выпустила 29 новых почтовых марок общей номинальной стоимостью 3125 пунктов. Все марки государства Израиль выпущенные в 1952 году были напечатаны методом фатолатерографии. Большинство марок 52 года было подготовлено старшими дизайнерами Израиля, которые также разрабатывали марки предыдущие годы. Дизайнер Джордан Гурей впервые присоединился к группе дизайнеров марок. 22 сентября появился на свет первый Сабра Эйлат Сабра человек рожденный в Израиле. Малыша назвали Эцион. Энгурьон согласился лично присутствовать при обряде обрезания, но взамель попросил его родителей сменить фамилию диаспоры Шиммершпис на более органичную для языка еврей. Теперь мальчика зовут Эцион Адир. 63 молодых врача впервые присвоено первая степень. Создан институт биологических исследований в Лазархайле. Был построен павильон Елены Рубинштейн для современного искусства. Художница Авива Ули получает премию в Дизингопе. Наан художник с моделью. Так называется серия картин израильского художника Йосефа Зорицкого, датируемого 52 годом. Картины представляют собой полуабстрактное изображение художника и модели и представляют собой развитие мотивов поэтики в творчестве Зорицкого 50-х годов. Две картины и одинаковой композиции и формата находятся в коллекции Тель-Авивского музея и коллекции Музея Израиля. А две картины горизонтального формата находятся в частной коллекции и в коллекции Хайского музея изобретательного искусства. 6 августа впервые в Иерусалиме фестиваль песни Земрия. Десятки хоров из Израиля и стран мира прибыли в Иерусалим для участия в первом израильском фестивале хорового пения Земрия. Жители Иерусалима не только участвовали в мероприятиях Земрии, но и смогли присутствовать на многих репетициях хоровых коллективах. Опрос общественного мнения показал, что самая популярная песня в 1952 году это песня Аюзманин «Были времена». Бенгурьон приглашает гостю Хелен Келлер слепоглухонемую писательницу. Она должна составить трактат о социальных достижениях Израиля после того, как совершит путешествие по всей стране с лекциями работников учреждений и опеки инвалидов и неимущих. Основная цель лекции немного обнадежит тех, кто оказался за бортом жизни из-за физического ущерба. Хелен также встретилась с детьми инвалидами. Писательница сообщила журналистам, что Танах путеводная звезда в ее жизни, а Бенгурьона сравнила с пророком Ишайяву. В Израиле выходит первый сборник научной фантастики под названием «Было будущее». Дворник редактировал Йонатер Рафш под своим настоящим именем Уриэль Шеллах. Опубликована первая часть «Огненных полей» мемориального проекта жертвов войны за независимость. 6 августа 52 года в стране начинается цензура. Фильмы, в которых много места отведено банкетами пирам, не будут допущены к показу, поскольку они не соответствуют духу режима экономии. Так решил Совет по контролю над фильмами и спектаклями. В сообщении Совета говорится, что фильмы, изображающие обильные застолья и разнузданные попойки, будут без малейших колебаний запрещены к показу. Кроме того, в этот период Совет запретил показ четырех американских фильмов, поскольку их низкий нравственный уровень не соответствует уровню израильского зрителя. Министерство культуры развернуло кампанию под названием «Театр в бараке». В лагеря репатриантов были направлены территориальные группы с готовыми спектаклями, но желаемого результата это не принесло. Новоприбывшие встретили подарок деятеля искусств прохладно. Тогда театры получили особые бюджеты для палаточных городков, для новых спектаклей, хоть как-то приближенных к жизни репатриантов. Пьесы сочинялись незамедлительно, идеология в них была только легкой приправой к песням, танцам и житейским особенностям, характерным для каждой общины, особенным успехом пользовалось сочинение Моши Шамира под жутким названием «Конец света». Создана компания Хроники Геви, которая отвечает за производство новостных кинохроник, которые демонстрируются перед основным фильмом. В мае 1952 года израильтяне в Каннах и привезли на фестиваль три фильма. Два из них были показаны в малых залах, один в большом, но и он не вызывал интереса у зрителей и критиков. Домашняя пресса охарактеризовала эту ленту так. Почти девять минут этого фильма занимает «Танец двора» Бортновой. Фильм сделала откровенно убогой во всех отношениях. В нем нет светлой и радостной израильской атмосферы, не показана харизма жителей страны. У зрителей фильм вызвал смех и издевательские замечания. В кино смотрят фильм «Верный город», «Украинные монахы», фильм о группе детей, переживших Холокост, режиссер Йосип Лейтес, жанр драмы. «Ишия, Гулейбовец и Ляким Хацни вместе образуют добровольческую организацию «Линия добровольцев» Шурата Митнадвинь, которая стала одной из организаций протеста против коррупции в правительстве в 50-х годах. Основание антисионистской ортодоксально-религиозной ешивы Толдот-Аарон в районе Мяшиарим в Иерусалиме. Эфраим Кишон начинает вести сатиристическую колонку в газете Маарив. Амус Кейнан был уволен из газеты Аарес после того, как его арестовали по подозрению в том, что он бросил бомбу в дом министра Давида Цвипенкаса, несмотря на то, что он был оправдан. Начинает выходить детская газета Эцбауни. 19 июля Израиль впервые участвует в Олимпийских играх, проходивших в Хельсинге. Сборная Тель-Авива по футболу побеждает сборную Афин 5-0. 28 января в Кнесете выступление министра сельского хозяйства Леви и Школя о новых поселениях в Негове и Галилее. 1 апреля образована компания Тахаль, специализирующаяся на инфраструктурных работах в сфере водного хозяйства. 15 мая в центральном Негове в 40 километрах к югу от Байршевы основан Кибутс Дейтбокер. 5 июня в Иерусалиме после переноса здания университета в новый кампус Гиват-Рам на западе города после отделения горы Скопус было решено основать кампус Кириат-Хадаса Вейн-Кереме аналогичный существовавшему кампусу больницы на горе Скопус прилегающей к университету. В кампусе Эн-Керем также находятся школы медицинского факультета еврейского университета Ядаса школа медицины школа стоматологии школа фармацевтики школа медсестер школа трудотерапии а также национальная библиотека медицины 5 июля была церемония заложения первого камня на построение больницы В 1952 году минеральные заводы Мертвого моря переходят в полное владение Израиля Также в 1952 году были открыты 22 отделения поликлиник для малышей Сипат-Халап 13 июня учреждена Израильская комиссия по атомной энергии по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гориона и гендиректора Министерства обороны Шимона Переца Она является органом исполнительной власти в области атомной энергии Израиля Главой комиссии назначен профессор Энст Дэвид Бергман В Тель-Авиве открыли парк независимости Ган Ацмаут Темпы строительства не успевали за ростом населения и была придумана быстрая технология по строительству без некоторых составляющих например без песка таким образом была построена центральная улица Соколов в Хулоне Эль-Авиви основывает курортный поселок государства Ахзив в Ахзиве 30 ноября первые семьи поселяются в новом городке Мигдаль-Аэмек 25 декабря из палаточного городка создается поселение Хацор в Галиле В 1952 году были созданы порядка пяти поселений такие как Мигдаль-Аэмек Хацор Агалиле Кибуц Дайбока и другие 16 января начинается операция по вывозу в Израиль евреев из Ирана Израильские самолеты доставляли их из Тегерана прямо в аэропорт в Лоде Персидские евреи были одной из древнейших общин Среднего Востока чья история восходила ко временам предшествовавшим вавилонскому пленению при этом однако они жили в состоянии крайней бедности их численность в 1945 году составляла около 80 тысяч человек и в массе своей они скучно наютились в жалких еврейских кварталах Тегерана и Исфахана с трудом зарабатывая на жизнь торговли в мелочных лавках и в разнос кроме того еще порядка 18 тысяч евреев проживало в иранском Азербайджане и Курдистане их культурная и экономическая отсталость была сопоставима с уровнем жизни окружающих самых примитивных мусульманских племен несколько тысяч иранских евреев прибрались на землю Израиля на рубеже 19-20 столетий тегеранские власти воспринимали отезд евреям с искренним облегчением в период между маем 48 года и октябрем 56 года число иранских евреев уехавших в Израиль составило 39 тысяч человек то есть почти половину еврейской общины Ирана среди репатриантов были обеспеченные люди распоглагавшие определенным капиталом и готовые вложить его в дело но все же большинство иранских евреев прибыли в Израиль на грани нищеты за весь 1952 год в Израиль приезжают 24610 новых репатриантов в основном евреи из исламских стран и из Восточной Европы добро пожаловать ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую серию следующий 1953 год которого вы не знаете создается ли секретное подразделение акции возмездия за что бросили бомбу в советское посольство кто хотел совершить в Израиле переворот куда удаляется первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Бурьон ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в следующей серии Тайны Израиля 1953 премьер-министр премьер-министр ави вышед Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok